Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Инна. И сегодня, девчонки, я снимаю первую часть о пустых баночках. У меня очень-очень много. Давайте, наверное, начнем. Первое вот с таких двух первобелорусских средств. Это крем-душ обновляющий, эксклюзив косметикс, шоколад, кофе и какао. Ну, грубо говоря, по-русски это крем-гель для душа. Я вам хочу сказать, что он не сушит кожу. Он ужасный просто. Я вам не советую его приобретать. Он стоил недорого. Здесь фруктовый кислот, экстракт мино-алой, масло какао, экстракт кофе. Кто пользовался, напишите. Может, у вас есть другое мнение. Но мне вообще не понравился запах. В основном, такие средства должны быть приятные. Такой аромат кофе. Но тут он такой химический и очень отращающий. Даже, я бы сказала, тошнотворный. Дальше крем-скраб из этой же серии. Тоже шоколад, кофе и какао. Вы знаете, я бы, наверное, его не стала заново приобретать. Он неплохо умывает кожу тела. В принципе, хорошо скрабирует. Он такой, за счет того, что он кремный, он довольно мягкий. Мне понравился. Минус его какой? Это для меня огромный минус. Это все равно эстетичность упаковка. Вот, например, посмотрите. Она сразу с первых моментов использования, когда в ванне на нее попадала вода. И вот на эту жестяную крышку. Это даже не металлическая, не знаю, алюминиевая какая-то. Очень дешевая, плохая. И она стала вся чернеть. И сразу покрылась такими вот, как старинными желтыми пятнами. Ужасно так смотрится. Не знаю, как-то залежавший. Знаете, отталкивает от приятности использования. Поэтому вообще полный провал. Следующее, что я вам покажу, это несколько шампуней для волос. Я вообще стала в последнее время как-то фанатеть от них, что ли. Мне хочется покупать их много разных, пробовать. Всякое разное. Итак, первое, это давно всем известный от Натуры Сибирика. Первая серия Царские ягоды для всех типов волос. Он мне очень напомнил шампунь Натуры Сибирика нейтральный. Очень похож. Такой же прозрачный. С консистентом немножко гелевая. Хорошо пенится, промывает волосы. Они такие мягкие, воздушные. Подольше держит чистоту. В отличие вот от этого шампуня. Потому что облепиховый, с эффектом ламинирования. То они пачкают быстро волосы. То есть, вообще буквально к вечеру все. Они уже такие загрязненные. Если с утра помыла на второй день, мне по-любому надо их мыть. Поэтому это дольше содержит чистоту. У меня вот этот шампунь вообще как бы в фаворитах. Потому что мне нравится с эффектом ламинирования. Он делает волосы более прямыми, гладкими такими. То есть, не требует какого-то дополнительного использования, например, маски. Либо даже масла. Например, хоть керостас, хоть какой-то для волос. Поэтому я, наверное, куплю его снова. Далее еще шампунь, который у меня закончился. Девчонки, очень-очень вам советую попробовать. Не знаю, может быть, это он мне только так подошел. Все семьи. Био, апельсин и кокос. Вот классный. Так хорошо промывает волосы. Они такие воздушные, мягкие. В то же время очень хорошо держат чистоту 2 дня. Объем у корней такой хороший придает. В то же время волосы не торчат дыбом. Они, знаете, естественно, такие красивые. Я не знаю, как это объяснить. Блеск по всей длине такой красивой натуральности. Огромный плюс в этих шампунях. Нет СЛС, сульфатов, каких-то парабинов. Натуральный состав производства Германии. Обязательно вам советую присмотреться. Такой сухой шампунь от Батист. Кул Фрэш. С ароматом такого легкого бриза. Свежести морской какой-то. Да, неплохо очищает корни волос. Я не скажу, что он супер так делает. Как будто вы помыли голову. У Батист есть другие. Мне больше нравится. Но это тоже как-то так неплохой. Далее. Корниер. Мицеллерная вода. У меня здесь даже и крышка уже потерялась. Уже не знаю, какая баночка. Нравится очень. Далее. Для лица. Глубоко очищающая маска. Банька Агафьи. С колубой глиной. На васильковой воде. Это мне понравилось меньше, чем дегтярный. Дегтярную уже приобрела во второй раз. Здесь вообще она, наверное, за счет глины еще неплохо так делает кожу более чистой. Но, вы знаете, мне не понравилось в этой маске, в отличие от других вот этих банька Агафьи, то, что она какая-то масляная, что ли. И от нее аромат неприятный. Такое ощущение, как немножко для меня удушающий. Не знаю, мне не очень приятно ей пользоваться. Ну, и я не вижу какого-то такого суперэффекта. Есть что-то другое, да, получше за эту цену. Поэтому больше ее приобретать не буду. Далее. Гель для умывания Алей. Для нормальной, сухой, комбинированной кожи. Все время для меня это загадка была в этом геле. Я никогда не пойму этого, как понять, для сухой и комбинированной, и для нормальной подходит. Потому что все же, как по мне кажется, комбинированная такая специфический тип кожи, да. То есть, в принципе, щеки нормальные, даже требуют немножко увлажнения какого-то. А Т-зона жирнится и проблемная. Ну, вот, не знаю, сухой тип. То есть, кожа есть сухая-сухая. То есть, где-то должен подсушивать. То есть, вот как-то так. Не складывается у меня всегда в голове этот момент. Но, по эффекту, по эффекту брала я его, наверное, второй раз, этот гель уже. Вы знаете, наверное, больше я его не возьму. Просто после этого раза я уже просто точно поняла, что есть гели за эту цену более лучшие, щадящие для моей кожи, для жирной проблемной. А так как это после умывания этим гелем, он слишком немножко подсушивает кожу, пересушивает. И плюс к тому же он, такое ощущение, как эффект, знаете, у вас лицо немножко как поцарапанный. Вот он прям аж до скрипа, такого до скреба прям сдирает это все. И поэтому я не понимаю, как он может подходить для сухой кожи. Честно, девчонки, не слышала отзывов на него. Кто пользовался именно сухой, напишите мне, интересно даже. Далее, гель для душа. Сейчас я выговорю. Лепетит Марсельез, если я правильно. Здесь, значит, масло органы и пчелиный воск. Неплохой гель для душа. Я бы не сказала, что он хорошо увлажняет кожу. Даже, может быть, чуточку ее подсушивает. Я не осталась в восторге. Для душа, нежности, комфорт. Гео Орт Лу Спа. Очень дешевая серия. Масло кокос, орхидеи, ванили. Вы знаете, да, в принципе, он мягенький сам по себе. Но он вот от него вид вот этой вот дешевизной химии какой-то. То есть он не бережно, не мягко воздействует на кожу. Вы знаете, такие впечатления, ощущения при умывании. Но, в принципе, аромат был приятный. Такой нежной орхидеи. Вот такая вот маска от Планета Органика на Арктическом Торфе и Калини. Глубокое очищение. Она в то же время не масляная, не глиняная. Какая-то такая средняя у нее консистенция непонятная. Довольно даже текучая, я бы сказала. Вообще не поняла. Вообще никакого эффекта. Понравилось очень. Очищающее средство для лица. От ЛАЖ Ангел. Паста в таком немножко в твердом виде. Кусочек, значит, берете, размачиваете водичкой. И вот этот вот он превращается в такой порошочек, в скраб. В то же время такое средство, которое похоже, если кто пробовал, на порошок от Дерматологика. Для очищения лица. Вот очень похоже. И, значит, вот это вот все как бы так скрабируете. Это не как маска. Просто как умываетесь и смываете. Кожа на самом деле очень хорошо очищена. Свежесть. Убирается вот эти лишки грязи. Мне понравилось. Хватило мне вот этой баночки надолго. Я не знаю. Может быть, даже приобрету полную версию. Могла бы вам посоветовать. Кожа очень такая мягкая и не пересушенная после нее. В общем, супер. Далее маска, которую я не совсем поняла. Это от Лореаль Мистик Ойл. Вообще, их масло очень хвалят. Питательное. И вот именно я ей вот это назначение и давала. Я требовала от нее это. Здесь, значит, содержится органовое масло, хлопковое масло. У нее довольно кремовая консистенция. Такая густая. Но мне кажется, что я ее не совсем поняла. Потому что то ли я ее много наносила, то ли я ее мало наносила. И мне казалось, что она даже иногда какие-то пересушивала мои волосы. В каких-то моментах вроде бы было увлажнение такое, питание, но небольшое. Ну, то есть, ждала я от этой маски больше. Ну, наверное, общий итог, если подводить. По пятибалльной шкале, наверное, оценка 3, твердая. Вот такая вот маска от Фриман с авокадо. Неплохо вытягивает грязь. Вообще, все глиняные маски, но мне, в принципе, работают одинаково. Да, кожа так очищенная, дышит. Да, неплохая маска. Наверное, приобрету ее снова. Далее, от Кадали. Вот такого, мицеллярка. Для снятия макияжа с глаз. Мне я довольно повозилась. То есть, она плохо снимает макияж, она оставляет. Приходится за 2-3 раза брать тампоны, опять наносить. Смывать остатки туши, где-то меж ресничек. Она не щипит глаза. Она мягко воздействует на кожу. Она ее не сушит. Но вот как-то, как бы, если учесть цена-качество, то я бы не стала приобретать снова. Розовая вода Гилберт. Люблю, пользуюсь. Отлично имеет такой охлаждающий, вязкий эффект на кожу. В то же время тонизирует ее. Как под крем и вместо тоника использую всегда с удовольствием. На этом моя первая часть пустых баночек пока заканчивается. Девчонки, если вы что-то пробовали, и у вас есть какое-то другое мнение, либо какие-то советы, либо пожелания, обязательно мне же пишите. Я буду читать. Будем с вами делиться своим мнением. Увидимся с вами в следующих пустых баночках. И всем пока!